Пункт меню Вид. Первая же строка позволит переключить отображение объекта из векторного в растровый режим. Это позволит более приближенно увидеть то, что у нас получилось бы, распечатаем мы эту картинку или сохрани ее в растровый формат файла. Ниже располагается группа настроек масштабирования, настройки отображения линеек и направляющих, а также качество режима отображения содержимого верстака. Ниже располагается группа настроек, позволяющая отрегулировать привязку объектов. Строка New View позволит открыть вторую вкладку, в которой может быть настроено другое масштабирование и тип отображения объектов. Переключая вкладки в верхней части верстака, вы сможете легко и быстро обозревать итоги работы, не повторяя всех необходимых настроек в основном окне работы. Меню Orange содержит настройки группирования объектов, извлечения их из групп и трансформации. Ниже доступны также несколько типов выравниваний. Меню Object содержит ряд настроек для работы с объектами, а именно средства конвертирования объекта в путь, средства конвертирования контура объекта в путь и возможность реверсирования путей. Ниже располагается инструмент, образующий контуры, а еще ниже – инструменты растеризации. Выделив же путь и текст, мы можем заставить текст следовать по контуру нашего объекта или группы объектов. Последний пункт меню – Invenlop Distort. Он позволяет создавать группу искажения. Все объекты в такой группе можно легко исказить несколькими движениями мышки. Эта весьма удобная и интересная функция позволит создавать весьма причудливые фигуры и коллажи.